АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уникальный аппарат, который поддерживает дыхание недоношенных деток, не травмируя и не инфицируя их, год назад появился в этом отделении благодаря зрителям телеканала «Интер». Мы провели акцию «Ко дню Святого Николая. Чудо начинается». Свои лоты на аукцион предоставили известные актеры, спортсмены и телеведущие. Мы знаем, что стандартный ребенок – это 3,5 килограмма, а здесь до килограмма. И он не может сам дышать. И только с помощью таких аппаратов, самых современных, которые позволяют не травмировать легкие, мы даем шанс такому ребенку на дальнейшую жизнь. Ко дню Святого Николая телеканал «Интер» вновь объявил благотворительный аукцион. На деньги от продажи лотов «Украинских звезд» мы купим еще один аппарат для выхаживания недоношенных детей. Девять аппаратов искусственной вентиляции легких у нас есть, но нам необходим еще хотя бы один аппарат искусственной вентиляции легких. Три года назад «Редакторы касается каждого» рассказали историю 12-летней Елизаветы Синельниковой из Одессы. Девочка продавала свои поделки из бисера, чтобы собрать деньги на лечение мамы. Узнав о благотворительном марафоне, Елизавета предложила в качестве лота свою картину. Мама рассказывала, что я родилась очень маленькой. Папа мне говорил, что я вот такая вот была маленькая. Мне не верится, что я такой маленькой была. Сегодня в студии «Касается каждого» маленькие участники наших программ помогают спасать жизни деткам, которые поспешили появиться на свет. Итак, тема нашего эфира «Дети для детей». И в день Святого Николая у нас в студии 35-летняя многодетная мама Людмила Лавренко из Сумской области, мама крошечной малышки, которая только-только появилась на свет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ева появилась на свет в столичном институте педиатрии, акушерства и гинекологии. Почему вы там приняли решение рожать? Беременность протекала нормально до 23 недели. Потом резкая боль внизу живота с левой стороны, кровь, больница. Меня направили в Сумы. В Сумах я пролежала два дня, опять пошла кровь. И сказали, что будут делать мне операции, если еще пойдет. Но я понимала, что если там гематома и кровь все равно будет выходить, позвонила своему доктору, Исламовой Анне Олеговне, которая находится здесь, в Киеве. И она меня направила в ПАГ. И мы с мужем поехали сюда. Спасибо, конечно, докторам, которые в ПАГе. Они старались сохранить мне беременность до последнего. Знаете, мой сын тоже появился на свет в ПАГе. Там действительно работают хорошие специалисты. И хочется сказать спасибо всему персоналу. Ваша Евочка, она сейчас подключена постоянно к аппарату искусственного дыхания, да? Да, она лежит в кувезике, да, где там поддерживается вся температура, кислород. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет о том, как год назад телеканал «Интер» передавал аппарат искусственной вентиляции легких в столичный институт педиатрии, акушерства и гинекологии. В Киевском институте сейчас два аппарата СИПАП. Один из них появился благодаря зрителям телеканала «Интер». Представители телеканала «Интер» передают врачам оборудование. Наш визит скорее похож на встречу двух дружеских коллективов. Новый аппарат искусственного дыхания в Институте акушерства уже установили. Он готов к работе и в нужную минуту поможет дышать тому, кто только появился на свет. В отделении реанимации Киевского института акушерства и гинекологии 9 мест для новорожденных. А значит и аппаратов СИПАП должно быть 9. Пока их всего 2. Прямо во время встречи руководитель интермедиагрупп Анна Безлюдная принимает решение продолжать сбор средств на новые аппараты искусственной вентиляции детских легких. Сложно спасать жизни детей, а проводить проекты несложно. Поэтому всеми доступными способами, телемарафонами, эфирами утра, роликами и так далее, проектами в интернете мы покажем, какое значение имеет это оборудование, что это не просто, а какое-то сложное медицинское оборудование. Когда ты видишь ребенка, который выжил и будет здоров благодаря этому оборудованию, соответственно, у тебя другие эмоции, у тебя другое понимание. Мы донесем это нашими телевизионными средствами до миллионов украинцев, и я думаю, мы дальше сможем тоже максимально помочь в решении этого вопроса. Благотворительная акция продолжается. Телеканал Интер со своими зрителями собирает средства на еще один аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных. Каждый из нас может спасти жизнь ребенка. И в нашей студии главный редактор телеканала Интер Антон Никитин. Как в принципе появилась и родилась идея покупать это дорогостоящее оборудование и таким образом помогать деткам, которые поспешили появиться на свет? Решение родилось спонтанно. Сейчас время такое непростое, когда многие люди уже, слава богу, приняли для себя решение помогать кому-то. И мы выбрали этот научный коллектив этих людей, которые спасают детей, маленьких, недоношенных, которым тяжело сделать свой первый вздох. Мы решили помочь им это сделать. И мы ведь не помним, какими мы были беспомощными, когда мы были совсем маленькими. Дети показывают, я такой родилась, я вот таким родился. Мы были беспомощными абсолютно. И Бог нас наделил какой-то силой родиться вовремя и стать здоровыми людьми по итогу. Давайте вместе поможем тем детям, у которых есть проблемы, сделать то же самое. Всего лишь то же самое. Да, и сейчас принято решение собирать деньги на еще один аппарат, который тоже будет передан в ПАК. Без сомнения, да, мы будем собирать эти средства до тех пор, пока у нас не будет возможности этот дорогостоящий аппарат установить для того, чтобы было больше возможностей у наших специалистов спасать детей. У нас в студии руководитель отделения неонатологии, института педиатрии, акушерствия и гинекологии Национальной Академии Наук Украины Татьяна Знаменская. Здравствуйте, Татьяна Константиновна. Здравствуйте. Я правильно понимаю, что Ева сейчас ваша самая маленькая пациентка? Да, она одна из маленьких пациенток, потому что те детки, которые у нас были маленькие, они уже месяц как выписались. Если раньше это было невозможно, спасать таких детей, сейчас это реальные вещи. И, конечно, аппаратура, которую мы используем, она очень имеет большое значение, потому что без этого оборудования раньше мы теряли этих детей. Сейчас есть возможность этих детей нам выхаживать. Но самое главное, чтобы мы верили, что все будет хорошо, потому что есть какие страхи есть у родителей, или есть какие-то непонимания. Родители, конечно, переживают, что будет с этим ребенком в дальнейшем. И мы, конечно, стараемся, как психологи, уже работать, что каждый ребенок имеет право на жизнь, каждый ребенок имеет право на любовь. Это счастье, что вообще он появился на свет. Поэтому любви эти дети вырастают здоровыми и счастливыми. Спасибо за то, что вы делаете. Прямо сейчас наши журналисты находятся в отделении реанимации интенсивной терапии новорожденных. И с нами на связи врач-реаниматолог Лиля Иванова. Скажите, пожалуйста, как Ева сегодня себя вела? Как она себя чувствует? На сегодняшний день состояние ребенка стабильное. Ребенок дышит с помощью аппаратной вентиляции. Вот, кормится по 4 миллилитра, усваивает питание. Скажите, вот с таким весом новорожденный малыш, он может самостоятельно обходиться без этого аппарата искусственного дыхания, которому сейчас подключена Ева? Нет, к сожалению, ребенок самостоятельно не дышит, он на полной контролируемой вентиляции, то есть достаточно незрелый, маленький, вот, то есть требует еще поддержки аппаратного дыхания. А вот сейчас что происходит? Сейчас мы проверяем состояние ребенка, его животик, нужно ли провести смену памперса, подгузника и слушаем его. Ребенок ждет маму, он очень чувствует эту, то есть эта связь сохранна, вот, состояние ребенка более-менее стабильное, вот, питание усваивает, все хорошо, так что ждем встречи. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, и пускай все детки будут здоровы и счастливы. Спасибо вам. У нас в студии глава благотворительного фонда Интердетям Татьяна Чистякова. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. Это оборудование было приобретено на деньги, которые мы выручили посредством продажи лотов. Расскажите об этих лотах. Лоты абсолютно разные, есть еще много лотов от ведущих телеканала Интер, которые покупаются, есть еще много лотов от известных людей, которые предоставляют как какие-то мастер-классы, прогулки, так и какие-то свои вещи, которые тоже фанаты с удовольствием приобретают. Поэтому очень большой у нас ассортимент лотов, поэтому можете зайти на сайт и посмотреть. На сайт «Дети интервью»? Да. Спасибо. Я помню, Андрей, совсем недавно мы рекламировали лот Ирины Билок. Она предоставила кольцо особенное и объяснила, что после того, как она одела это кольцо и снялась в клипе, она встретила свою любовь. И она сейчас готова это кольцо передать тому человеку, который еще не встретил свою любовь. Этот лот выкупили в течение одного часа. Настя, твой лот, я знаю, покупали пять раз. Можешь рассказать, что это был за лот? Несколько лотов у меня было в течение длительного времени в рамках нашего благотворительного аукциона. Действительно, люди их покупали, я очень рада. Несколько раз мы выставляли в качестве лота мастер-классы посещения студии прямого эфира, откуда каждый день выходит в прямой эфир программа «Утро с интером». А сейчас я представляю два лота. Один из них уже выкупили. И еще один лот, который я с радостью представляю на аукционе, это «Конная прогулка». Я готова тому человеку, который захочет для своего ребенка, возможно, купить такой лот, готова провести с ним замечательное время в манеже, покататься на лошадях. Это такая ипотерапия для детей особенно, это здорово, это развивает, знаете, и гуманизм, и моторику, и какие-то физические качества. Это очень здорово. Поэтому, дорогие друзья, покупайте «Конную прогулку» вместе со мной, а деньги, которые вы заплатите, они пойдут на благое дело. И давайте познакомимся еще с одной мамой, Елена Дерипаска из Полтавской области. Я знаю, у вас двое детей, и оба они, оба недоношенными родились. Какой вес ваших малышей был при рождении? Сын у меня родился на 32 неделе, кило 910, дочь 25 недель, 830 грамм. Теперь им сколько? Сыну 9 с половиной, дочери вчера было 4. Что ж, давайте посмотрим на детей Лены. Это наша семья. Это Маша, это Сережа, это наш папа Женя и я, мама Лена. Родился мой сын в 32 недели на седьмом месяце. Он был кило 900, и он был где-то вот такого размера, как вот эта куколка. Маша родилась намного меньше, в два с половиной раза меньше, чем Сережа. 830 грамм, это одежда с куклы, это одежду всю носила Маша в два месяца. Мы покрестили Машу 2 декабря, на следующий день после ее рождения. Прямо в больнице мы покрестили, этот крестик был с ней всегда, в кувейте с ней лежал, в кроватке, везде. А чем занимаются ваши дети, чем они интересуются? Сын у меня ходит на борьбу, и у нас уже есть призовые места. А Маша пока ходит в садик, и там на танцы ходит в саду, при садике есть танцы. У нас в студии мама пятилетнего Алеши, который тоже родился намного раньше срока, весил даже меньше, чем Ева. Ольга Рогожникова из Днепра. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, с каким весом ваш сын родился? 600 грамм. 600 грамм? Да, вот здесь на фотографии, это первый раз, когда дали его в руки, это он уже совсем большой. Совсем большой, сколько ему здесь? Это свет вечер перед Рождеством, это 6 января, здесь ему больше двух месяцев, и вес кило 230. Изначально, что вам говорили врачи, какие прогнозы были? Да никаких прогнозов. Какие могут быть прогнозы с весом 600 грамм? Вначале главное, чтобы выжил. Давайте сейчас посмотрим, что рассказывала Ольга нашим журналистам перед этим эфиром. Внимание. Самая маленькая такая распашонка, который, бодик, который смогла найти, был очень большой. Ну вот все детские вещи подарила, раздарила, а это то, с чем проститься не смогла. Даже тетрадка была. Вот здесь вот все, что было по ребенку. В один месяц сколько весил, в два месяца, в три месяца. До сих пор помню, что в месяц нам первый раз разрешили его сфотографировать, буквально там несколько секунд, когда его отсоединили от всех аппаратов и от всех трубочек. И весил он на тот момент 838 грамм. Сейчас вашему Алёше сколько? Пять. Вот какой теперь у вас энергайзер маленький. Да. Прекрасная стойка на руках. Да, кстати, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева у нас в студии сразу оценила. Обличная стойка для пятилетнего ребенка. Умница большая, да. Лилия, я знаю, вы тоже принимали активное участие в благотворительном аукционе, который организовал телеканал Интер. Ну, мне очень приятно прикоснуться к прекрасному и принять участие в этом аукционе. Мой лот это будет олимпийская разминка с Лилией Подкопаевой. И мне было очень приятно услышать, что оказывается трое участников будет принимать участие в этой разминке. То есть не просто там один человек выкупил этот лот. И это удовольствие, это радость. Я благодарю всегда знакомых людей, мало знакомых и совсем незнакомых, которые откликиваются на такие жизненно важные моменты и принимают участие. А кто как может. И честь и хвала тем людям, которые делают такие волшебные моменты. Кстати, вот мы видели фотографии маленького Алёши. И сейчас я приглашаю в студию медбрата, который пять лет назад помогал Алексею Рогожникову приспособиться к окружающему миру. Встречаем Андрей Харченко у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Я попрошу показать ещё фотографию, где Алёша совсем маленький, а Андрей такой же. Помните этого малыша? Конечно, у меня есть эти фотографии дома тоже. Скажите, ну вы наверняка хорошо помните, каким был этот малыш? Вы знаете, они, когда у нас в отделение попали, ну как-то сразу пошло общение. Ну сразу видно, что хорошие люди, всё это. Мы пытались коллективам больше, ну каждым людям это доносим, добро, объясняем, как надо вести себя в этих ситуациях. Ну и с ними у меня как-то было особое отношение. Ну это видно. У вас глаза, кстати, очень похожи. Это уже в гостях. Вы вообще Алёшу когда видели в последний раз? Три года назад. Три года назад точно. Три года назад. Да. Интересно, что вы сейчас скажете. Алексей Рогожников приехал к нам на программу, я приглашаю его в студию. Привет. Привет. Ой, ой, аккуратно. Смотри, это тебе зайчик, чтобы ты был таким же активным, как и он. Конечно. Конечно. Давай, спортсмен. Здравствуй, Лёша, тоже хочется тебя познакомиться. Меня зовут Алексей Андреевич. Тебя зовут Алексей Андреевич. Конечно. Меня зовут Алексей Андреевич. Как дела? Всё хорошо. Что ел сегодня? Кашу. Вкусная? Конечно. Кем мечтаешь стать? Папой. Дай пять. Спортом каким занимаешься? Чтобы бегать. Молодец. Лёгкий атлет, значит. Это же я. Для тренировки. Я тоже, когда на себя вижу по телевизору, так реагирую. Знаешь, это же такое я. Маш, смотри. Что пожелаешь всем деткам? Здоровья. Здоровья. Прости большой. Давай, Тать. Так, у нас в студии фотограф Кристина Бессолова. Кристина, вы фотографируете деток, деток недоношенных, да? У меня проект «Маленькие чудеса». Мы снимаем деток в перинатальном центре, в реанимации. И потом проект длится дальше. Снимаем деток, когда им уже годик и два годика. Показываем истории этих детей, какими они стали, какие красивые, они счастливые. Это тот самый Тимур был? Вот сейчас. Да, вот только что показывали Тимура. Я очень благодарна перинатальному центру города Киева за их согласие, за то, что они такие прогрессивные. И они согласились на эти съемки. И те родители, которые видят эти фотографии сейчас, они находятся на постоянной экспозиции в перинатальном центре. Для них эти фотографии, они дают надежду, что их ребенок тоже выживет, что их ребенок будет здоровым, счастливым, улыбающимся карапузом, который действительно дарит счастье, позитив и надежду, что все будет хорошо. Или занимается акробатикой и мечтает стать папой, как маленькая Леша. Спасибо вам, Кристина, за то, что вы делаете. Спасибо. Спасибо. И в студии у нас Ольга Храпун из Киева. Она также, как и Людмила, родила раньше срока. Оля, год назад вы были у нас, да, на программе. Ваша дочь в это время была в реанимации. Дочь зовут Злата. Сейчас как она себя чувствует? Расскажи. Ничего. Мы здоровенькие, ростем. Так. Мы уже важим 8 килограмм, 8800 и 71 сантиметр. Что уже умеет ваша Злата? Мама говорит, хтопает, хлопает в ладушки. Ну, в принципе, помаленько учимся всего. Что ж, мы все очень радуемо за Злату и радуемо вашему счастью. Будьте здоровы. Спасибо. Но это сейчас, слава богу, есть такое оборудование, есть неравнодушные люди. Но когда-то, 20 лет назад, подобного оборудования не было и были совершенно другие возможности. Но тогда тоже спасали детей. Интересно, а как выхаживали недоношенных детей 20 лет назад? Вот прямо сейчас узнаем. Я приглашаю в студию Наталью Ищенко из Харькова. Встречаю. 20 лет назад, конечно, такого оборудования не было. И нам приходилось надеяться только на врачей и на чудо. И ваша дочь, как ее зовут? Юлечка. Юлечка. Вот она родилась каким весом? Она родилась весом 950 грамм, 35 сантиметров, 6-месячный. Что врачи вам говорили тогда? Ну, к сожалению, при рождении было 2 балла. По шкале Абгар? Да, да. Это роды были ночью, она родилась ночью. И мне даже не дали позвонить домой, сказали, а что тут звонить? То есть не думали, что она доживет до утра. То есть ее мне не показали, не приложили, естественно, груди, как сейчас делают, а сразу унесли и стали проводить реанимационные мероприятия. А посредством какого оборудования? Я не могу сказать, меня туда не пускали. Ну что ж, давайте посмотрим. Внимание. 20 лет назад у нас не было хорошего оборудования. В резерве у доктора были только кювезы, в которых мы могли выхаживать этих детей, и отечественные аппараты. И, конечно, мы чем могли, тем их и спасали. Но это было умение доктора, квалификация медицинской сестры и желание родителей. Выживали дети после килограмма. До килограмма детки считались маловесные и их, конечно, приписывали в абортные плоды. Если это абортный плод, значит, мы в первую очередь спасали маму, а потом уже занимались с ребенком. Из 100 новорожденных, которые родились до килограмма, у нас 85-90% этих деток погибало. Сейчас же, наоборот, тенденция ушла. Если на 100 деток, которые рожденные до килограмма, у нас выживает 85-90 детей, остальные погибают, но по разным причинам. В реанимацию ее забрали. И, чтобы вы понимали, раньше в реанимацию не пускали, как сейчас. Вот можно прийти, посмотреть на своего ребеночка, хотя бы что-то. Вот двери реанимации приносишь три раза в день молочко. И вот врачи, вот как говорят, не врут, а говорят, состояние стабильно тяжелое. Но, слава богу, не хуже. Вот дождаться этого не хуже. Вот каждый поход под эту дверь в реанимации, когда ты не видишь своего ребенка и не знаешь, что с ним, приносишь это молочко и ждешь, пока тебе скажут не хуже. И вот наша доктор, очень хорошая, спасибо ей, один раз мне сказала, ну, когда я принесла молочко и жду же очередной фразы не хуже, она мне говорит, ваша дочь дала апне. Я не знала, что это такое. Я говорю, что это такое еще что-то. Она говорит, это остановка дыхания. Но дело в том, говорит, пока мы развернули реанимацию, она задышала сама. Это, говорит, такое чудо, это такой борец за жизнь, что вот ей даже не понадобилась реанимация. Она сама цеплялась за жизнь с рождения. Вот с рождения. Ей шансов не дают, а она цепляется, она борется. Вот она показала свой характер еще в таком вот возрасте. Наши журналисты отправились в Харьков, и вот что рассказала Наталья нам дома. Вот Юлина комната. В этой комнате она прожила 18 лет, пока не уехала в Киев от нас. Фотки вот это вот одни из первых, где она вот головку держит. Вот, кстати, Юлин первый грызачок. Зубки у нее вовремя прорезались. Вот зубки, зубки были хорошие. Кстати, вот наша карточка, вот можете посмотреть, эта карточка Юли. С рождения и до подросткового возраста. В подростковом возрасте уже другая. Выписка из неонатологического центра, когда нас выписали, видите, на трех листах. Вот это вот нас описывали. Вот в этой шапочке Юлю из роддома забирали. Вот это самая первая ее теплая шапочка. Вот холодно было. Вязали шапочку специально. Расскажите, Анатолия, а как преждевременное рождение сказалось на здоровье Юли? Ну, к сожалению, конечно, у нас не все так гладко получилось, как вот у других мам. Но она позже стала сидеть. Она позже стала ходить. И в год нам поставили диагноз ДЦП. Ну, понимаете, мы как-то этот диагноз, ну, как сказать, мы не хотели, ну, не то, что ему верить. Мы слово «инвалид» в доме вообще не произносили. И, ну, даже вот старались вот не ощущать этого. И мы воспитывали Юлию, старались вот заниматься с ней. И не ограничивать ни в чем. Простите ее, как здорового ребенка. Вот. И с тех пор вот борьба, она боролась, мы боролись, бабушки, дедушки, все, что можно. Игрушки, книжки, развивалки, лошадки, санатории, массажи, бассейн. В итоге ваша Юля стала девятикратной чемпионкой Украины по плаванию. Да, она занималась плаванием, да. Сколько было лет Юле, когда она впервые пришла в бассейн? Ну, наверное, где-то лет 7-8. Сегодня вашей дочери 20 лет. Какой стала девочка, которая родилась с весом меньше килограмма? Не пропустите, узнаем сразу после рекламы. Итак, вы смотрите телеканал Интер. Это ток-шоу касается каждого. И сегодня, в День Святого Николая, тема нашей программы «Дети для детей». Мы продолжаем. Наши редакторы встретились с дочерью Натальей. Сейчас Юля живет в Киеве. И давайте посмотрим, какое она стала. Внимание. Раньше очень часто тренировалась, на тренировках было очень часто. А когда переехала в Киев, то сейчас получается нечасто посещать бассейн, к сожалению. Помню, мой первый бассейн, там была глубина, вот постепенно увеличивалась до 4 метров. И мне было очень страшно. У моего тренера была такая длинная палка специальная, за которую я держалась одной рукой, чтобы не утонуть на этих 4 метрах. И пыталась там подгребать одной ручкой. Мне рассказывают до сих пор истории, что тогда я развивала скорость на вот этом промежутке глубоком, очень большую. Потому что, видно, я боялась этого всего. И скорость у меня была очень большая. Именно тогда я поняла, что если ты не хочешь утонуть и оставаться на плаву, то надо грибти, грибти вперед. Ну, как и в жизни, собственно. Все точно так же. Главное, идти вперед и не останавливаться. Сейчас я приглашаю в эту студию вашу дочь Юлечку. Давайте с ней вот сейчас познакомимся. Девятикратная чемпионка Украины по плаванию Юлия Ищенко у нас в студии. Когда я узнала, что телеканал Интер проводит такой аукцион для того, чтобы купить аппарат для таких деток, какой была я, я решила отдать на этот аукцион, как лот, свои медали за первое место. Да, может быть, эти две медали не так ценны в плане материала, но для меня они ценны, как память, поскольку это одни из первых моих медалей. Боже, Юлечка, спасибо тебе огромное. Ты большая молодец. Проходи к маме. Ты зашла, ты просто солнце, ты озарила всех нас. И твои медали – это самые бесценные вещи, которые можно выставить, потому что в них вся сила, вся мощь, вся любовь, вся жажда жизни. И спасибо за твою душу и сердце. Спасибо. Что тебе рассказывали родители о твоем рождении? Что я была очень маленькая, когда родилась, 950 грамм, 35 сантиметров рост, такая малышка, вот, рыженькая родилась. Вот, это потом у меня уже цвет упоминался. Родилась я, как маленькая обезьянка, по всему телу рыженькие волосы. Да, пушок был рыженький. Расскажи о себе сейчас. Я сейчас учусь в Киеве. Где учусь? В университете телекоммуникации государственном. Учусь на программиста. Спортом занимаешься? Спортом? Ну, сейчас я занимаюсь спортом только для поддержания формы, тонуса своего. С удовольствием, да? То есть, ну, чисто для себя. Профессионально я уже, к сожалению, а может, и к счастью, уже его оставила. Ты мечтаешь о чем? Ты начала говорить, хотела бы... Я очень хочу связать свою жизнь с программированием, поскольку мне это очень нравится. И плюс к этому, как бы это сейчас ни звучало, но именно благодаря этой профессии я надеюсь заработать денег на то, чтобы пройти лечение где-нибудь за границей. А ты узнавала что-то? Конечно, узнавала. К сожалению, наших финансов не хватает для того, чтобы куда-либо поехать, хотя бы пройти диагностику. Потому что это очень дорогостоящие процедуры. Ну, начинается порядка от 4 тысяч евро. Это только диагностика. Но и тем не менее, Юля, ты собираешь деньги не для себя, а для совершенно посторонних людей и детей. Я очень надеюсь, что когда я, наконец, стану квалифицированным программистом, выучусь, у меня будет возможность не только помогать себе, но и людям с ограниченными возможностями. И, конечно же, деткам. Таким вот деткам, которые родились раньше времени. В нашей студии олимпийская чемпионка Стелла Захарова. Я хочу выразить огромную, наверное, благодарность каналу Интеру, что вы, ребят, затеяли этот проект. Это проект, который нужен сегодня всей Украине. Проект, который я смотрю на глаза мам, и у меня просто душа разрывается. Потому что, насколько они счастливы, что их дети живут, радуются жизни, могут заниматься спортом. Я думаю, что телеканал Интер еще будет продолжать не один такой проект. И еще много подсоединятся людей небезразличных, которые будут отдавать свои лоты. Которые мы будем встречаться в этой студии неоднократно. И радоваться вместе с вами вашим победам над тем, что вы сделали. Мне очень хочется от себя, от своей команды, как можно больше принимать участие и отдавать своих лотов для того, чтобы приносить радость тысячам-тысячам мамам, которые сегодня в этом нуждаются. Давайте посмотрим видеоролик лота, который предложила олимпийская чемпионка Стелла Захарова. От имени всей моей команды хотелось бы, мы приняли так решение на нашем консилиуме, поддержать и вас. И очень хотелось бы, чтобы этот лот принес удачу. И чтобы он продался два месяца занятия в школе Стеллы Захаровой бесплатно. И мне очень хочется помочь тем, чем мы можем, спортсменам. Мы не бизнес. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы именно от всей души этот лот был продан и пошел туда, куда оно сегодня нужно. АПЛОДИСМЕНТЫ ДОСТАТНО 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 аукцион и знаешь что лиза у меня есть для тебя одна очень хорошая новость какая твой лот уже выкупили я приглашаю в студии обладательницу лота от лизы синельниковой ольгу пинскую встречаем почему выбрали именно эту я часто вообще выкупаю аукционы на телеканале интер и просматривала как раз и меня впечатлила история история непростая конечно и мне понравилось что несмотря на то что тяжелая ситуация лиза не опускает руки что-то пытается сделать расскажите о себе кто вы чем вы занимаетесь я продюсер менеджер артистов делаю организовываю концерты также мы практически каждый месяц делаем концерты благотворительные в помощь он к больных детей но я спрашиваю потому что к сожалению бытует мнение что там помогать участвовать в благотворительных аукционах могут только какие то хорошо обеспеченные люди не обязательно я спрашиваю я считаю что главное желание помочь это может делать каждый человек и сейчас я предлагаю посмотреть еще один фрагмент нашей программы нашего сына зовут андрюшка семилит у нас острыми фомбластный лейкоз первые эти снеговички мы их делали просто-напросто себе под елку пока одна из наших знакомых не зашла и не посоветовала попробовать продать их пару штук мы просто даже не ожидали что они произведут такой бум в интернете это андрюша семилит из города черкассы программу о нем мы снимали год назад малыш уже год борется с раком и тогда зрители оказались к нему очень внимательны и до сих пор задают нам вопросы о судьбе и здоровье этого малыша и узнав о благотворительной акции который проводит телеканал интер чудо начинается андрей семилит тоже решил выставить свой лук боже какие прекрасные мне это нагадало моё детинство в детячем садочку моя выхователька завжди казала ну чему в тебе голова больше не штуловище ну давай краще я брала разные формы склянки прикладала обводила яйца я бы их купила правда уже сейчас ну что ж андрюша спасибо тебе большое за снеговичку так в нашей студии общественный деятель александр меламут дело в том что знаете вот вот я смотрю и становится обидно потому что ну давайте так по честному вот сколько стоит этот аппарат 800 тысяч гривен примерно 20 тысяч долларов приблизительно 25 тысяч долларов ну такое да то есть по большому счету ну давайте реально смотреть деньги смешные ну я имею ввиду понятно спасибо большое всем людям которые сдают и я тоже сдавал там лоты для вас для этого аппарата но в принципе это не дело это не дело волонтеров да мы сможем собирать деньги для людей для еще кого-то обеспечить аппаратами должно государство все клиники и это их прямая обязанность за это мы работаем платим налоги причем достаточно большие иногда сталкиваешься знаете вот обидно такие смешные вещи происходят они смешные настолько же насколько они грустные например вот замечательная девочка юля стоит здесь и и говорит что вот нужно 4000 евро чтобы поехать в это самое я думаю на елки-палки ну а где страховать да юленька я тебе дам 4000 евро вот я уеду проверяйся мы согласны с вашими словами да мы это не наша функция мы должны делать хорошие программы кино снимать сериалы где-то концерты в телевизионные шоу вот когда мы пришли в не и пак я не знаю правее сейчас или нет есть определенное понимание того такая догма да от которой мы отталкиваемся государство ничего не даст сюда вот и поэтому мы вынуждены какие-то функции перетягивать на себя и у нас из этого перетягивания функции да стране очень многих местах как одеяло короткое да там шею прикрыл ноги мерзнут и вот и тянут те люди которые не безразличны и пытаются дети вышивать картины бисером когда им самим нужно нужна помощь и приносят говорят вот я жертвую для других почему-то бедные дают больше чем богатые почему-то те кто имеют возможности ими не пользуются что преступно по своей сути вот поэтому огромная благодарность всем кто свою лепту вносит маленькую большую говорят когда богатый человек дал мало хорошо или плохо хорошо спасибо большое и вот когда есть участие есть не безразличие есть возможность посмотреть друг другу в глаза и сказать что мы вместе с какими-то знаменитыми украинцами сделали одно дело мы не знаем друг друга многие люди которые покупают лоты не посмотрят никогда вот так близко я сейчас сижу в глаза лилии подкопаевая до олимпийской чемпионки ну не будет такой возможности но мы вместе сделаем какое-то одно дело в следующий раз даст бог будут другие возможности сделаем больше и приходится не уповать на некоторые вещи которые должны быть обязательными нормальными как во многих других странах у нас в студии участница программы дети милосердия 11-летняя соломия борух витая этого слыхает а расскажи соломийка а что это за картина это картина весна в карпатах тут намальованы крокусы какие нужно расцвели и я бы хотела дуже помогти дитям и как не швидше продать картины видать все кошки джи дякую дякую вот такая картина такой лот от соломии андрей я готова ее купить уже сейчас правда правда у нас в студии руководитель сети клиник амеда татьяна кофтун спасибо большое спасибо я ее забираю по максимальной цене лота почему вы решили приобрести эту картину скажите весна крокусы карпаты сумасшедшая энергетика картинами я обязательно повешу нас в офисе и я уверена что эта картина будет будет дарить позитив радость и здоровье людей деньги собранные на нашей программе передаются фонд интер детям новогодние праздники время добрых дел ко дню святого николая смотрите праздничный благотворительный телемарафон чудо начинается уже в эту субботу в 10 утра на телеканале интер каждый из нас способен сотворить чудо и помочь сохранить жизнь новорожденному ребенку это касается каждого расскажите свои истории нашим редактором сейчас на экране вы видите номера телефонов горячей линии спасибо что были с нами до свидания я хочу выкупить твои медали по максимальной стоимости этого лота и моя коллекция медалей пополнится двумя золотыми медалями от нашей юли я очень хочу чтобы чудеса которое принято ожидать от святого николая обязательно сбылись у всех кто учат у всех участников и я передаю денежки на приобретение этого аппарата